Эти ценности очень близки во многом. Нет, это изящный риторический ущипок. Да, вас объявили в паскудную устойчивость. Мне эти ценности во многом близки. Вопрос в том, что они не могут быть идеологией страны, на мой взгляд. То, что вчера было модернистским и разрушающим традицией, сегодня становится традицией. Николая Ге запрещали. Вот Олстого. Здесь, здесь, важнее. Ксения сказала, они не могут быть, эти ценности, не могут быть идеологией страны. Разве это не проговор конфликта? Пусть случайно, но вслух. Уважаемые участники, у меня такое ощущение, что мы очень усложняем девушку из Пуссерайт. Потому что то, что происходит сейчас вокруг этой акции, это не они придумали спроводить. Это мы обсуждаем некое явление. У них мозгов очень немного. Но, подождите секунду, очень важный момент. Вот Ксения принимала участие в митингах. Я в них принимала участие, как человек, дежуривший от лица общественности, чтобы там не было беспорядков и нарушений закона. Мы прошли все мероприятия. Вот это оскорбляет людей, которые пришли на открытый протест с открытыми лицами, которые требовали достаточно жестко от власти очень серьезной ответственности, но сделали это в рамках закона. И сегодняшняя идея о том, как легко стать оппозиционером. Достаточно задрать штаны, задрать ебку или снять штаны, написать там что-нибудь у себя на пятой точке про Путина, и ты уже становишься узником совести оппозиционера. Продолжаем программу в контексте. Ведутся у нас бурные споры, весь перерыв велись бурные споры. Обсуждаем мы не только акцию «Пусти Райт», потому что на взгляд многих тут говорить уже не о чем, все с этой акцией понятно, а меру ответственности, которую люди готовы нести за свои акции. Когда мы что-то делаем, мы говорим, это серьезно. Потом, когда наступает время платить по счетам, мы говорим, мы пошутили, но платить приходится зачастую. И есть люди, которые говорят, давайте платить так, как все должны платить. Разве это не так, госпожа Савченко? Ну, я, честно говоря... Вы готовы платить по счетам? Вот вы. За что? За то, что вы делаете. Я не участвовала в акции «Пусти Райт». Ну хорошо, давайте возьмем конкретный совершенно верный. Если есть справедливая вера в справедливый суд, вот я скажу так, что если бы у меня не было уверенности, что вместо суда будет твориться месть, я бы сейчас их критиковал похлеще вас всех. Потому что я могу это делать действительно гораздо лучше. Но так как я вижу, что именно реакция гораздо сильнее этого поступка, я говорю, не имею права, буду защищать. Поэтому я хочу, вот если мы, я буду рад, если мы все здесь согласимся с тем, что да, это кощунство. Я лично уверен, Марат, я уверен, что результат суда будет таков, что он позволит вам говорить о бесцельности этой акции, потому что я почти уверен, что... Ты знаешь, я вчера был уверен, что им изменят меру пресечения. Ее не изменили. Московский суд... Марат, когда если бы по твоей галерее бегали люди, а они бегали, все разоряли, ты же был против того, чтобы им изменяли меру пресечения? Но, к сожалению, в моем случае у меня был следователь, девочка, которая год, еще года не прошло после юридической академии, и ничего, и прошло 7 лет, ничего. А в этом случае 14 следователей, 3 следственные бригады. Понятно. Как такое может быть? Марат Александрович, все-таки, ответьте на мой вопрос конкретно. Почему, когда громили твою галерею, ты за меру пресечения, а здесь ты против меры пресечения? Я еще раз говорю, я... В одном случае ты за тюрьму, а здесь ты против тюрьмы. Почему? Я еще раз говорю, я за то, чтобы был справедливый суд, чтобы не было мести вместо суда. У меня... Я тебе хочу сказать, что я, когда разгромили, избили меня, разгромили галерею, я написал заявление, естественно, отдал его. Через полгода меня первый раз вызвали. То есть ты за то, чтобы и там сидели, и тут сидели, правильно? Нет, вот с высушкой. Ты за то, чтобы там сидели, а тут не сидели, правильно? Я хочу зафиксировать, что у меня разгромили галерею, и меня избили, человека, физически. То есть это было преступление против личности. Здесь, я считаю, преступление гораздо более меньшее. Марат, а если бы не избили, то тогда бы все было нормально, правильно? Ну, имущественный вред, да, не должны были компенсировать. Не было, а вот так они там устроили бы акцию. Да у нас это бывает, ты просто не понимаешь. Я все понимаю. К нам приходят в галерею очень часто. Я понял. Сумасшедшие. Я понял, что есть некая... И мы их берем и выводим периодически. Вот, допустим, двойственность, Ксения Анатольевна. Допустим, еще раз вернемся к этой истории. Когда вы скандально снимали Василия Якименко в дорогом ресторане, помните, да? Вот, хороший пример. Да, да, да. Это была свобода журналистики? Смотрите, вы привели... Можете ответить на мой вопрос? Это была свобода слова? Можно мне сказать? Я хотела ровно этот пример привести. Я вам отвечу на ваш вопрос. Это была свобода слова? Когда я снимала Василия Якименко, в самом факте этой съемки, на мой взгляд, не было ничего ужасного. Но в его реакции, в письмах на «Эхо Москвы», нет, в его реакции был весь ужас, как и здесь. Ужас не в реакции, пусть и рай. Я вам отвечу, Максим. Вы скрываете что? Когда меня снимали в ресторане «Твербуль», это делали из-под тяжка и вот так. Я подошла к Максиму Якименко вот так, сказав, здрасте, я Ксения Собчак, хочу взять у вас интервью для GQ. Чувствуете разницу? Я никогда не снимаю никого из-под тяжка. Я человек смелый. Я могу подойти к каждому человеку и что-то спросить в лицо. Вот в этом. Я ответила на ваш вопрос? Нет, мне не ответили на мой вопрос, потому что мне кажется, что тут вопрос в нюансе. Вы чувствуете разницу снимать кого-то из-под тяжка и подойти прямо? Журналист, который снимает... Это когда человек смело может подойти в лицо, спросить все, что угодно у человека. Вам Якименко разрешил снимать? Я подошла к нему и показала ему, что я снимаю. А не надо сначала снимать, а потом спрашивать. Я не должна спрашивать разрешение о съемке, но я должна показать, что я снимаю лишь по тяжка. Нет, есть разница в шпионской съемке и разница подойти, взять разрешение на интервью. Разница принципиальная, когда ты знаешь, что тебя снимают, а человека ее не знают. Я сам работал журналистом, Ксения, давайте разберемся с этим эпизодом. Да, а вы занимаетесь чем? Есть разница подслушивать и подсматривать, и разница подойти и сказать, дайте интервью для журнала GQ. Я журналист Ксения Собчак, и я вас снимаю на свой телефон. Я не делаю это из-под стола, из-под руки, вот отсюда. Я это делаю вот так, задавая вам вопросы. 80% журналистской работы, это съемка объекта, когда объект об этом не знает. Нет, это 80% желтушной прессы. Я не желтый журналист, поэтому я к своим оппонентам, врагам и коррупционным чиновникам всегда подхожу смело и говорю все, что я о них думаю, в лицо. Вы мне можете обвинить в чем угодно, но не в том, что я не смелый человек. То есть вы считаете, что подойти и снимать без разрешения, это нормально? В общественном месте подойти и снимать, когда человек знает, что его снимают, и это находится рядом с ним. Когда вы подошли к этому журналисту из одного издания, то вы сказали, что вы делаете? Она вам сказала, я вас снимаю. Да, нет, она не так сказала, она сказала, я сняла ваш разговор. Я говорю, сотрите его, потому что это был частный разговор. Потому что я разговаривала со своими друзьями, с Антоном Красовским, с Наташей Синдеевой, о наших личных вещах. Нет, я не подслушивала его разговор с женой, он сидел с супругой и о чем-то разговаривал. Я разговор с женой не подслушивала, я подошла и спросила, Василий, почему вы едите у стрицебилон за 500 рублей за штуку? Разве ситуация с этой пангруппой не такая же двойная мораль? Какая двойная? Максим, почему вы делаете такой вывод? То, что нам выгодно, это можно? Это двойная мораль, то, что я сейчас рассказала. В чем двойная мораль? Ответьте вы на мой вопрос. Вот давайте сейчас, друзья, секунду, вот так рождается пропаганда. Какая двойная мораль в моей истории? Потому что вы допускаете по отношению к другим то, что вы не допускаете по отношению к себе. Я снимала открыто, а меня снимали не открыто. Это нюансы вы считаете? Вы снимали вопреки воле человека. Можно ответить на мой последний вопрос и вы можете продолжать программу. Вы правда считаете, что нет разницы прослушивать и подслушивать чужой частный разговор и подойти в открытую и задать вам вопрос? И смотря на то, что человек не хочет с вами разговаривать, продолжать снимать. Не важно, хочет он или не хочет. Я побеспокоила человека, оторвав его и задав вопрос. Оба случая, на мой взгляд, оба случая отвратительные. Давайте остановимся на... Это двойная мораль, Максим. Не нужно перебрать... Это просто мораль в желтой прессе. Да, пожалуйста, давайте вернемся к теме. Да, значит, я хочу сказать такое, может быть, кому-то покажется ханжеством, наивом. Но мне что-то уже кажется, что уже надо заканчивать, помалкивать на эту тему. В последнее время мы наблюдаем определенный цикл явлений, о которых, в частности, мы говорим и сейчас, и говорим снаружи. Сначала мы наблюдали переход вполне официальных изданий, публичных изданий, не блогосфера, а таких вполне периодических, на мат, на уголовный жаргон, на феню и так далее. Потом мы наблюдали это по телевизору, это было модно, это с нас трендом. Потом мы стали наблюдать, как наши телеведущие и известные люди вызывают друг друга на улицу, бьют друг другу морды, потом в твиттерах у себя пишут разно, что я сделал это правильно, потому что я готов за это отвечать. Потом мы наблюдаем это, группа война, все остальное, и так вплоть до сотрудников полиции в Татарстане, засовывающих бутылку в известное место. К чему я вам все это рассказываю? Мы живем в обществе, которое для себя определило, что противоправное поведение, преступное, криминальное поведение, уголовное, является нормой, это даже является таким, знаете, модным политическим и общественным трендом. Обузовом как бы таким. Это ты такой брутальный, ты свободный, да, ты делаешь... Мне кажется, уголовку с политикой не надо путать. Ты делаешь то, что ты считаешь нужным, ты демонстрируешь презрение государства, презревая его законы. Так вот я хочу сказать, что не надо так дожаловаться на полицейских, засовывающих бутылки, не надо возмущаться, так сказать, журналистами, которые снимают из-под тишка. У нас федеральные каналы снимают из-под тишка, из засады. Я буквально вчера смотрела, не буду говорить, это неважно, как засада стояла с камерой около частного дома, и несчастный человек не мог доехать до дома, потому что он знал, что там стоит засада, который желает взять ему интервью, который он не хотел давать. Поэтому мы находимся в очень сложной ситуации. Я в этом смысле считаю, что история с Пусси Райт, на самом деле, должна стать для нас всех людей, которые, в общем, приблизительно находятся в одинаковом... В том случае, если суд будет справедливым. Морана, знаете, мне это говорит? Должна. У нас справедливым судом считается то, что нас лично устраивает. Вот мне, например... Это вы про себя. Давайте не про меня не надо обобщать. Вы знаете, я не про себя. Вот вы сейчас очень много про нас, а я хочу сказать, что очень много, и я не согласен с тем, что вы говорите. Марат, а потому что то, что вы сейчас произносите про суд, это ваше личное мнение, причем не факт, что подсужденное фактом. Это мое личное, не личное мнение, это то, что я реально видел... Повторяете за окружающими. Причем здесь? Я говорю, я видел, как расследуется мое дело. Да, совершенно так. Когда было реальное избиение и реальный ущерб. И как расследуется это дело. Но нельзя делать обобщающих заявлений. Это все другие дела. Что значит? Что вы мне говорите? Вы знаете, Марат, позвольте все-таки, я... Ну вот это постоянное передергивание. Передергивать не будем. Но меня поражает то, что от обсуждения содержательной части этой акции мы перешли к обсуждению плохого и ненормального законодательства. Потому что именно вакуумие незаконодательства суда. Секундочку. Даже если суд ненормальный. А теперь представим себе, что все нормально. Суд нормальный. Уголовный кодекс вас устраивает. Вас устраивает. Вас устраивает. Суд, не знаю, такой, какой вы хотите. В этом случае... В этом случае это акция подсудна или нет, Марат? Подсудна, но девочки получают исправительные работы. 15 суток. Или 15 суток. Всего. И на этом все заканчивается. И на этом все заканчивается. А после этого мы начинаем обсуждать, как это плохо. Кто из публичных людей против этого возражает? Мы приводили в пример Перис Хилтон, которая подметала улицу, правда, когда материлась пьяной. Я хочу сказать, кто возражает. Возражает тот, кто дал сигнал суду. Потому что все адвокаты говорят, что следователи даже не скрывают. Кто дал сигнал? Кто конкретно? Хватит заниматься домыслами. Да, дайте фамилию. Назовите имя, фамилию. Отчество, если знаете. Кто? По информации. Я просто еще раз говорю. По какой информации? Я не знаю. Я не хочу подставлять адвокатов. Ну тогда зачем вы говорите, если вы в прямом эфире говорите? Историка нашей власти всегда к тому сводится. Причем тут власть? Потому что меня потом тоже посадят. Адвокаты девочек. Факт, должен быть факт. Вы говорите о домыслии. Как о факте? Такое ощущение, отец Максим. Пару слов можно сказать. Нужно. Мне представляется. Во-первых. Где еще меня посадить? Сейчас назову. Марат, ну, пожалуйста, у них тоже вас здесь, по крайней мере, явно не хочет посадить. Потом видео снимут. Мне терять нечего. Я уже якобы избила журналистов. Говорите мне. Итак. Патриарх. Очень важно. А вот зачем вы это сказали? Вот это вот, Марат. Не имею возможности не доказать. Это действительно клевета. И я здесь... А давайте с другой стороны... Нет, дайте... Секундочку, давайте уже священнику договорить. Итак, слово сказанное о том, что патриарх является инициатором, это клевета. В прямом смысле, однозначно клевета. И я, как человек, который, слава богу, довольно много лет уже в церкви, ответственно это могу заявить. И если вы меня опровергнете, я перед вами извинюсь. Но это клевета. А можно сказать, Адам... Секундочку. Не будет. Но важно, чтобы оно, простите, как в старом советском фильме, было неотвратимым. Вот если будет ощущение, что подобного рода акции имеют неотвратимые наказания, они не будут повторяться. Потому что не нужно, чтобы они повторялись. Не нужно, чтобы в следующий раз их апологеты и последователи пришли в зал памяти и славы на Поклонной горе. И что-нибудь там устроили творческое. Вот не нужно этого делать. Я хочу с отцом Максимом просто в чем согласиться. Я лично считаю, что самым правильным решением суда было бы, уж так позвольте тоже, было бы публичной общественной работы, подлетание улицы в желтых робах. В желтых робах. Но в нашем законодательстве просто нету этого такого. Есть, есть. Есть общественная работа, есть общественная работа. Я хочу другое вам сказать. Ну давайте мы от нашей группы здесь обратимся с петицией к суду, чтобы для инфры говорили, к общественным работам, к кубличным, к кубличным и на улицах Москвы. Я вообще предлагал, чтобы они подметали просто территорию православного храма. Смотрите, я не знаю, клеветает это или нет по поводу звонка патриарха. Я не берусь судить и точно не готова повторить то, что сказал Марат Гельман. Но давайте перевернем ситуацию. Вы говорите, докажите, что патриарх звонил. А я вас спрошу по-другому. Нет, я так не говорил, это вы сказали. Нет, можно я спрошу по-другому. Как вы считаете, если бы патриарх Кирилл позвонил кому-то из власть придержащих, может быть президенту, может быть кому-то еще, и сказал, слушайте, ну не трогайте девочек, они сделали глупость, но давайте мы не будем делать глупость. Ксения, они не делали глупость, они делали акцию в присутствии журналистов, ведущих изданий. Как вы думаете, это повлияло бы на решение суда? Или бы ему ответили, извините, патриарх Кирилл, уголовный кодекс превыше всего, поэтому я не могу никаким образом ответить на вашу просьбу. Ксения Анатольевна, вы прекрасно изображаете соответствующего человека в чинах. Это вы знаете, здесь пошел, мне кажется, отец Максим, позвольте, что мы скатываемся в жанр ситуационной комедии, потому что на самом деле такое предположение, что патриарх может, простите, что я просто, я лично знаю святейшего много лет, как и вы тоже, очень близко к нему человеку, он просто не будет это никогда делать. Вы сомневаетесь в его разумности, он никогда в жизни это делать не будет. Ксения Анатольевна, свое люди проецируют сознание на других, к сожалению. Свидетельство было о том, с чем вы так хотите бороться, и чего нет, о государствлении церкви. Этого нету, да? Я уверен, что слияния церкви и государства нет. Многократно и многочастно наша церковь свидетельствовала, мы не хотим быть частью государства. Мы не хотим, не являемся. У нас отрицательный опыт сенадальной системы, мы стремимся абсолютно к своей автономии. А в чем это проявляется? Это проявляется в... В недвижимости, которую передает церковь наше государство. Исторически возвращается. В том, что наши институции учебные существуют на самостоятельные наши пожертвования. В том, что мы не имеем доступа полноценного в школы и средства массовой информации. Много еще в чем проявляется? Мой отец Максим, я прошу прощения, что я вас переверю, мы работаем в прямом эфире, у нас остается очень мало времени, поэтому я прошу каждого кратко сказать, какой, на ваш взгляд, был бы оптимальный выход из этой ситуации. Давайте, Ксения, начнем с вас. Еще раз, я считаю, что поступок был некрасивым, даже, я бы сказала, отвратительным. Это выходка хулиганская, пуссирает, но то наказание, которое сейчас грозит девочкам, еще более возмутительно. Поэтому, на мой взгляд, и общественность, и духовенство должно занять позицию, что прощение – это действительно главная ценность. Поэтому наказание должно быть мягким, максимум 15 суток, или, на мой взгляд, самое адекватное наказание – это исправительные работы, что вполне достаточно в сложившейся ситуации. Вы знаете, я думаю, что вывода здесь два. Один, в общем, мы уже обсудили, и даже не особенно с этим спорим, что, безусловно, в рамках действующего даже Уголовного кодекса, который мы, безусловно, все время подвергаем критике и будем подвергать еще долго и справедливо, потому что мы его таки не реформируем на самом деле, мы делаем вид. В рамках этого Уголовного кодекса можно действительно найти ту шкалу, в которой есть нижний предел, верхний предел, и в рамках этой ситуации решить вопрос таким образом, чтобы не героизировать, в том числе, вот помимо того, что сказала Ксения, не героизировать вот этих девушек для того, чтобы они не, так сказать, вдохновляли подобного рода безмозглую, извините, публику. Но во второе, что я хочу сказать, и важно то, что я говорил как раз перед этим, я думаю, что нам всем, в том числе вот тем людям, кто являются так называемыми ломами, это лидерами общественного мнения, да, должны сделать вывод, что нам нужно заканчивать, героизировать и продвигать любое противоправное поведение. Марат. Ну, я хочу сказать, что художественная общественность готова, в принципе, сама как бы оценивать эти акции, более того, она готова к некому такому пакту, да, что все-таки то, что происходит в художественном пространстве, да, это искусство, да, то есть оно отличается, и мы готовы как бы осуждать эту акцию именно потому, не потому, что она там против Путина или против Патриарха. Я считаю, это нормально, если люди имеют возможность высказаться, но она должна была быть в художественном пространстве, это ее единственное, как бы, с нашей точки зрения, нарушение. Я хочу сказать, что для них, для самих осуждение художественной среды было бы гораздо более значительное, чем сроки, которые могут дать, но никогда никто из нас не будет пытаться их осуждать в тот момент, когда мы видим, что есть неправедный суд. Есть ли вот оптимизм тех людей, которые считают, что будет праведный суд, если он подтвердится на следующий день, мы начнем разбирать эту акцию, но не сегодня. Сегодня мы будем защищать художников. Отец Максов. Я вижу два вывода для себя бы сделали, кажется, нужно сделать в нашей ситуации. Первое, это малозначительное художественное мероприятие показало, на самом деле, болевую точку нашего современного общественного сознания, что мы, и я все же повторю мысль, которая уже делала, разрываемся между двумя цивилизационными устремлениями. То, которое построено на сохранении исторического пути России, и то, которое, подобно футуристам начала XX века, готово сбросить его с корабля и заменить некой неокультурой. Но при всем при том, как верно говорил, и тут я соглашусь с Маратом Гельманом, в свое время то, что считалось модернизмом, стало традицией культуры. И вот так и теперь, даже в современной нашей культуре, которой я не фанат вовсе, можно находить то, что является общим для, возможно, более широкого круга наших соотечественников. И чем больше мы будем уходить от конфликтов по пустым поводам и искать того, что мы можем делать вместе, тем оптимистичнее мы сможем смотреть в будущее. Наверное, художник имеет право на любые акции и на любые политические взгляды. Искусство свободно, так же, как свободны и люди. Но если художник наносит удар, делая его актом искусства, нарушая чужую веру, вторгаясь в чужую сакральность, то он должен быть готов, как минимум, к ответному удару, который эта чужая вера, эта чужая сакральность, пространство священного может нанести по нему, и который изменит его представление о реальности, и никаких обид. Ведь жизнь — это искусство, а искусство — это жизнь. Оставайтесь в контексте. До свидания.